Лето, каникулы, отпуск. Каждый проводит это время с пользой для себя, для здоровья, для встреч с родными. Так большинство детей-кочевников уезжают на летние каникулы в тундру, помогают родителям по хозяйству. Другая часть подростков активно ищут занятия на лето, чтобы самим заработать на карманные расходы. Одни собирают мусор по тундре, другие помогают строителям. Как подрастающее поколение закаляет себя в труде, узнавала моя коллега Антонина Сирасхова. Герман Сирасхова – будущий студент. Он собирается учиться в городе Лабыднанги на автомеханика. У молодого человека за ключами служба в армии и проживание в тундре с родителями. Пасти олени, ориентироваться на местных бескрайних просторах Герман умеет с детства. Теперь решил овладеть новыми умениями и знаниями, заодно подработать на учебу. Есть какие-то поклевки, заняться, в доме, внутри этого дома работать. Ну, смотришь, видишь, как плиты ставятся, все интересно, конечно. И кажется, как будто не так уж сложно, если научиться, да, где-то научиться даже можно будет. Да, все возможно. Главное, все посмотреть, и все, как делается. А там само собой получится. В отличие от своего товарища, Александр уже закончил обучение и получил профессию ветеринара. Планирует поехать в тундру и работать с оленями. А пока есть время до отъезда, устроился на стройку. Мы, как бы, разнорабочие, выполняем разные работы по строительству этого нового детского сада. Мы недавно разбирали забор. Я думаю, работать надо, благо этого устройства поселка там все-таки. Ну и хорошо, наверное, да, что предоставляют работу? Да, хорошо, что работу предлагают нам разную. Хоть и студенты денежку заработают на учебные времена. Если честно, студенты оказали нам очень хорошую помощь. Очень хорошую. После того, как они около месяца назад к нам устроились, с их помощью мы значительно продвинулись по работе. Они участвуют, конечно, не в сложных операциях, потому что они обучены многим профессиям. Но подсобные руки, как на любой стройке, ценятся на вес золота. И благодаря им мы идем в графике строительства. Спасибо им. Всего на стройку пришло 10 ребят. Остались самые трудолюбивые, настойчивые и ответственные, признается представитель строительной компании. Как и полагается, студенты прошли технику безопасности, познакомились с графиком и объемом своей работы. Благоустройство, а именно наведение порядка возле готового объекта, озеленение, также входит в обязанности молодежной трудовой бригады. Возможно, ребята пока не осознают, что они вносят определенный свой вклад в процветание родного села. Но делают они это с большой ответственностью. Антонина Сирасова, Егор Коньков, Ямальское телевидение.